Всем привет! С вами подкаст «Разговоры в степи», в котором мы встречаемся с экспертами и говорим на самые разные темы. Сегодня мы обсудим, что такое бизнес в бьюти-сфере, как выстроить прямые продажи и обсудим опыт международной компании Mary Kay. Проведу этот выпуск я, выпускающий редактор Степи, и давайте познакомимся с моими очаровательными гостями. Добрый день! Меня зовут Оксана Кузнецова. Я руководитель отдела маркетинговой коммуникации Mary Kay Казахстан. Добрый день! Меня зовут Дана Нормжанова. Я являюсь бьюти-экспертом компании Mary Kay. Ну что, поехали? Итак, девушки, первый вопрос. Зайдем, так сказать, с козырей и поговорим о том, что такое сетевой бьюти-бизнес сегодня. Потому что у людей, и ну как у меня, и у наших служителей, и зрителей, я уверена, наверняка сложился такой стереотип, что бьюти-бизнес, особенно сетевой, это бизнес, когда к тебе приходят с каталогом и практически заставляют тебя что-то купить. Понюхайте, посмотрите, послушайте, у нас есть это, есть это. И есть такое ощущение, что в этом случае консультант или представитель компании очень сильно зависят от каких-то задач, которые на него возложены. Весь мир двигается вперед. Компании сетевых продаж, они тоже двигаются вперед. Компания Mary Kay, она впереди. И поэтому методы работы, они разные. Это не будет такое, что к вам человек пришел, показал каталог, стоит над вами. Шантажирует. Да, и говорит, купи-купи-купи. Или стучат в дверь и говорят, Mary Kay, надо. То есть такого сейчас нет. А сейчас Mary Kay, компания, и мы как бьюти-эксперты тоже используем современные методы. Это налаживание контакта, да, понимание потребности клиента. То есть у нас нет такого навязать или пропихнуть, да, как любят говорить в народе. Наша главная задача является выявить потребность девушки, женщины, понять, что она хочет, какой она хочет видеть этот продукт, чем он может быть ей полезен, какую пользу он должен ей принести. И главное, чтобы эта косметика, как я всегда говорю своим клиентам, чтобы она работала, чтобы она не стояла на полке, не пылилась, или вы не думали, кому же можно это передарить. А чтобы вы пользовались, вы видели результат, вы видели улучшение, и эта косметика работала. Поэтому сейчас бьюти-эксперты, они нацелены в первую очередь на выявление потребности клиента, на понимание, чего хочет женщина или девушка. И только потом уже получается, мы даем тестировать, пробовать продукты. И у наших клиентов есть явное преимущество, я всегда о нем говорю, что у вас есть возможность вернуть или обменять продукт. Ни в одном магазине, ни в одной компании косметические продукты не обмениваются после приобретения. То есть закон в этом случае работает в пользу потребителя. Да, в пользу потребителя. То есть я всегда говорю, компания моряке настолько заботится о клиентах и настолько уверена в качестве продукта, что она идет даже на это. Но если говорить о моряке, как о бренде, да, мы сейчас говорим, то, ну, во-первых, это международная компания, которая существует 58 лет. И мне кажется, это серьезный аргумент. Во-вторых, наш завод, как и центр по разработке, R&D-центр, находится в Америке. И всю продукцию, если вы перевернете, там будет написано Made in USA, Made in France, может быть, но не Китай. Ну, и Казахстан относится к европейскому региону. Соответственно, всю продукцию, которую вы покупаете, она прошла не только сертификацию Америки, но и соответствует всем критериям качества Европы. Мне кажется, что это такие объективные аргументы, говорящие о высоком качестве и надежности продукции. Ну, и даже в Казахстане мы существуем 21 год. Если косметика плохая, ее бы рынок уже давно выкинул. Потребитель или человек, который находится в поисках косметики, декоративной или уходовых средств, он всегда видит только одну сторону, видит косметику и не предполагает, что за этим каталогом, за этим средством, за этим кремом стоит целая история и целая компания. Расскажите немножко, как этот процесс выглядит изнутри, как работает компания, что она делает для того, чтобы я пришла, заказала что-то и получила удовольствие. Я расскажу со стороны бьюти-экспертов, как это выглядит. Прежде чем, например, какой-то продукт выходит в народ, вот можно так сказать, компания проводит очень качественное обучение именно бьюти-экспертов, чтобы мы могли отвечать на любые вопросы. То есть это обучение может длиться 3 месяца активно. Рассказываются все нюансы, говорится о том, кому подходит, кому не подходит. Рассказывается история создания, например, продукта, например, аромат, почему он был создан. Сначала компания Морикей отличается тем, что она создает образ женщины и только к нему подбирает уже потом сам аромат. Не наоборот, как, например, в других компаниях, я знаю, создается аромат, а потом выбирается, например, какой-то образ, который будет продвигать. В Морикей наоборот, то есть изучаются потребности потребителей, чего они хотят, какой они образ сейчас хотят видеть женщины. И только потом создается продукт. И всю эту историю, конечно же, мы знаем как бьюти-эксперты. Мы потом доносим до клиентов. Если касается линии ухода за кожей лица, то тоже почему именно этот продукт выпустили, чем он может быть полезен, какие инновации компания использовала, где проводила, сколько исследований было проведено. То есть мы все это подробно знаем. И, соответственно, когда мы уже идем к клиенту, мы всей этой информацией владеем. Но не так, что мы на клиента все вываливаем. То мы тоже смотрим на клиента. Какой клиент? Если клиент любит информацию, то, конечно, мы с этой информацией с ней делимся. Каждый раз, когда слышат Морикей, когда слышат, что я работаю в Морикей, всегда автоматически записывают консультант по красоте. Я никогда не останавливаю. Но интересно, что люди, когда они узнают, что я работаю в офисе, это такой естественный интерес и несколько шок. Серьезно? А есть офис? Да, есть офис. Мы международная компания. А у нас есть офис, который находится в бизнес-центре, на улице Достык. Мы соседи с вами. Да, мы недалеко совсем. Вот. А у нас работает больше ста сотрудников. Казахстан относится к европейскому региону и подчиняется головному офису в Далласе. Вот. Всё серьёзно. Но звучит очень хорошо, по крайней мере. Да. Только 12 часов разницы, конечно, имеет свой оттенок. Зато английский практикуется регулярно. Мы постоянно обсуждаем все вопросы всем европейским регионам. Крайне приятно работать в Европе, а жить в Азии. И внутри, наверное, всё достаточно похоже на любую международную компанию. Есть свои процессы, есть своё подчинение. И корпоративная культура. И есть очень мощная корпоративная культура. Но мы верим в то, что наша корпоративная культура – это не только вопрос офиса. Это вопрос… Мы ещё это называем «ловмарк». Это вопрос всей культуры, которая связана с морякей. Ну вот вы говорите о взаимоотношениях. Да, они крайне важны. И даже сейчас, когда мы максимально уходим в онлайн, и люди всё меньше, в принципе, любят разговаривать даже по телефону, не говоря о встрече. Но мы знаем, что эмпатия – это то, что развивается только при личной встрече. Поэтому… А эмпатия – это то, что отличает человека от животного. Да. Поэтому вот эта вот культура, личный интерес, заинтересованность, которая, с одной стороны, связана на цифрах, на доходах, что, ну, тоже справедливо, да, консультант хочет получать свой доход. Чтобы получать доход, ей нужно иметь как можно больше лояльных клиентов, а, соответственно, быть внимательнее. Нам, сотрудникам, также это важно, поэтому мы делаем всё для своих консультантов, чтобы им было комфортно развивать их бизнес. Это такие естественные, объективные факторы, да. И, конечно, культура, которая пронизывает буквально каждого человека в стремлении нести свою миссию, она тоже даёт свой оттенок. Вы знаете, у меня вот была командировка в город Казахстана, не буду называть, какой конкретно, вот. И я сидела рядом со своей коллегой, которая, собственно, вообще не соприкасается с консультантами по красоте, она отвечает больше за диджитал, соцсети, сайты и так далее. И вот она на второй день мне сказала, ты знаешь, я так хочу им помогать. И вот это и есть то самое настоящее. Потому что если у сотрудника нет желания помогать, нет желания улучшать, сотрудник больше года не проработает в этой компании. Культура просто выкинет. Как вот составляется портрет потребителя? И можете ли вы так хотя бы образно рассказать, кто она женщина, которая совпадёт с Мэри Кей, в своих принципах? Ну, кто она, потенциальная потребительница? Ну, давайте начну я, да. Мэри Кей. Ну, во-первых, Мэри Кей – это косметика уровня мастиш. Странное, наверное, слово мастиш. Это между масс, маркет, да, и престиж посередине. Потому что качество высокой косметики стоимость несколько ниже. Но кто наша женщина? Наша женщина – это современная женщина. У неё, она работает, как правило, у неё есть свой доход, у неё есть семья. Она вроде бы находится в балансе между семьёй и работой. Она успевает на работе, она успевает с семьёй, она заботливая мама, она нежная супруга. Но есть моменты, когда хочется быть и самой собой, когда хочется быть женщиной, когда хочется улыбнуться своим домом, закрыться ванной. И больше не улыбаться. И улыбаться только себе. И уделить 20 минут себе. И только себе. И вот тогда она может просто сделать маску для лица, да, и побыть собой. Либо она может просто где-то в ритме жизни остановиться, накрасить губы, улыбнуться себе и почувствовать, как весь мир улыбается ей. Вот это про Мэри Кей. Мэри Кей, это не совсем та женщина, которая выкидывает так небрежненько из своей сумки помаду Диор и говорит, ой, извините, укатилась, чтобы все увидели. И закидывает вслед туфлю Джимми Чу. Да. Простите, это вышло ненарочно. Абсолютно. Так, чтобы снять, да, чтобы все увидели, что же там под пяточкой. И это не та женщина, которая такая с авоськами зайти в магазин, все набрать и вот так вот выйти. Нет, это современная ритмичная женщина, которая развивается, которая ценит то, что находится вокруг нее, и у которой хватает смелости выбрать себя, что ли, верить себе. И мы верим в то, что... И каждая женщина прекрасна, но не каждая способна раскрыть то, что у нее внутри. Не всегда нам хватает, ну, наверное, опять же, смелости. Вот мы хотим, как бренд, помочь женщине раскрыть себя. И, наверное, это главное, да, к чему мы стремимся и к чему мы идем. И еще мы верим в уникальность. И мы не просто верим в уникальность, мы всячески стремимся сохранить эту уникальность. Вот Дана говорила про выбор. На самом деле мы верим в то, что выбор есть у всех. Он есть как у клиента, который может выбрать, может заказать на сайте MaryKeyKezet, может постучаться в Инстаграм, может встретить консультанта в магазине или в кафе, может посещать крупные мероприятия, может встречаться один на один за чашкой кофе, в кафе рядом со своим офисом. Такой же есть выбор и у консультанта. Кто-то хочет развивать карьеру, создавать команду, уже управлять людьми. Кому-то нравится продавать, кому-то нравится видеть своих клиентов и быть в этом. У нас есть бьюти-эксперты, которые совмещают работу в MaryKey с работой какой-то основной. У нас есть директора, я просто недавно с ней познакомилась, из Шимкента. Она очень активно развивает бизнес MaryKey, но при этом не оставляет работу в поликлинике. Я спрашиваю, почему? Ну, это же очень много времени, вы за это время могли бы сильнее развиться, больше заработать. Говорит, я не могу, это же мои пациенты. И, ну вот, MaryKey это про это, это про то, чтобы вы оставались с собой, и то, чтобы вы гордились собой. Наверное, это наша цель как бренда. Да, ну к слову, вы уже говорили о том, что ваша косметика дарит эмоции. Оксан, я помню, что вы как-то уже в беседе со мной рассказывали о классной акции, которую вы проводили, которая как раз связана с тёплыми эмоциями. Я бы хотела, чтобы наши слушатели и зрители тоже узнали и поддержали, потому что это очень хорошая инициатива, которую проводит компания MaryKey. Конечно, у нас есть благотворительные проекты, они запускаются каждый год, это обязательная вещь. Иногда, когда мы очень хотим, как мы очень хотели в 2020 году помочь как можно большему количеству людей, у нас было три проекта, они все не были глобальными. Как проходят наши проекты? Ну, это, ну вот, например, да, в 2020 году мы помогали деткам, которые справились с раком, они победили. Но, к сожалению, в нашем государстве нет программы психологической реабилитации. А часто ребёнок, который, вроде бы он прошёл эту войну, он выиграл, но если мозгом он её не прошёл, если психологически он не переступил, он вернётся. И поэтому мы помогали организовывать проект, который давал психологическую реабилитацию нашим деткам. Вот. А наши консультанты проводили мастер-классы для их мам. И знаете, наверное, это то, что даёт силы, когда ты видишь женщину, которая вначале вообще не хотела подходить к зеркалу. Ну да, потому что у неё сейчас как будто бы другие приоритеты, и она погружена в своё горе. Она считает это несправедливо. Самое главное для неё это помочь ребёнку выжить. Она себя не чувствует, и она не хочет этого. Но потом, постепенно, когда она подошла к зеркалу, она нанесла крем, она почувствовала, как её кожа задышала по-другому, и ты видишь эту улыбку. Ну, всё, как бы. Тебе больше ничего не нужно, и ты понимаешь, зачем и для чего. Мы часто задаёмся вопросом, а зачем? Зачем я работаю так много? Зачем я вкладываюсь так сильно? Вот для этого. Мы записываем наш подкаст в горящих условиях. Просто у нас на носу Новый год. Давайте поговорим об этом, о том, как выбрать уникальный подарок и подчеркнуть индивидуальность. Да, расскажите, на что нам обратить внимание? Чем мы можем спасти свою предновогоднюю агонию и не впасть в неё? Что можно выбрать из продукции Mary Kay, чтобы порадовать своих близких? Ну, для начала я бы сказала, что нужно выбрать бьюти-эксперта, потому что, как Оксана уже сказала, действительно, вы просто звоните. Если у вас бьюти-эксперт только появился, то вы просто оглашаете, кому нужно подарить. Бьюти-эксперт, в свою очередь, не просто скажет, хорошо, сделаем, он спросит характер каждого человека, то есть, какой, например, ваш муж, что он любит. Потому что, например, даже упаковать подарок можно так, чтобы понравилось ему, именно не просто стандартно, а именно так, чтобы ему, или там, что любит ваша мама, а что может она себе позволить, что она себе чаще покупает, а что от чего откладывает, например, может сказать, нет, я потом. То есть, бьюти-эксперт, он понимает, раскрывает подарок, то есть, понять сначала человека, а потом подобрать ему подарок. Это как раз-таки не вот эти вот стандартные клише, а можно сделать так. Если же, например, те, кто любят диджитал и просто хотят сделать заказ и все, то топ-5 средств, это обязательно бархатные ручки, это стопроцентный вариант. Хит-продаж, да? Хит-продаж, причём как для мужчин, так и для женщин. Это правда, да. Мужчины любят, когда им делают бархатные ручки, и потом они согласны на всё. Да, это стопроцентов. И причём такой набор, он уникальный, такого набора нет нигде. Обычно просто крем для рук. Здесь система, комплекс, так как компания моряка и любит системы, и только от системы вы можете получить результат, то этот набор просто уникален. Система, которая сделает ваши ручки идеальными. Далее это обязательно наши наборы по уходу за телом. Это те средства, которые любят все, и там и ненавязчивые ароматы, можно яркий аромат подобрать. И то, в чём, кстати, многие себе отказывают. Обычно берут только гель для души. О, да, да. Третий продукт – это наши ароматы. Они все сделаны во Франции, потому что у нас наши женщины, мужчины любят ароматы из Франции. Вот. И там можно подобрать, опять-таки, под любой характер, темперамент, тот аромат, который подойдёт. А четвёртое место – это наши новинки. То есть, если вы хотите выделиться или подарить какой-то эксклюзив, можно подарить наши новинки. Это беспроигрышный вариант. Ну и пятый вариант – я бы предложила сертификаты. То есть, если человек, бывает, совсем теряется, можно предложить сертификат на любую сумму. И потом девушка, мужчина выберет то, что они хотят. И ещё преимущество в чём, что к любому подарку прилагаются ещё услуги бьюти-эксперта. То есть, это не просто выдал подарок и до свидания. Это обязательно общение, это обязательно знаки внимания, это постпродажное обслуживание, это ведение. То есть, вот эти вот инструкции вам не обязательно будут читать, раскрывать и смотреть, что же там написано. Бьюти-эксперт поделится лайфхаками, как можно несколькими вариантами использовать один и тот же продукт, либо как правильно нанести. И вообще проконсультируют полностью. Это очень классно, потому что очень часто вижу. И мне так прям аж плакать хочется, когда в магазинах приходят люди с сертификатами даже и спрашивают, что. Консультанты говорят, ну, то, что на ПОК. Выбирайте. А чтобы вдруг кто-то послушает наш эфир и захочет присоединиться к вашей команде, стать бьюти-экспертом, что нужно сделать, какие минимальные шаги нужно предпринять, чтобы стать феей красоты? Надо знать телефон своего бьюти-эксперта обязательно. Или найти на сайте Marika.kz. Либо найти, да, на сайте Marika.kz. Там тоже можно найти. Во факт, это очень легко. На сайт заходите и всё пошагово. То есть человек оставляет заявку, ему перезванивают или каким образом выстраивается обратная связь? Если нет бьюти-эксперта, то его можно найти на сайте. То есть, когда ты выбираешь себе человека, который будет тебя развивать, который будет твоим ментором, тебе важно на него посмотреть. Поэтому заходите на вкладку найти бьюти-эксперта или найти консультанта по красоте. И там есть резюме. В смысле, есть фотография. Ты указываешь свой город, тебе выходит список консультантов. Есть фотографии, есть короткое описание о ней. И вот уже выбрав та, которая тебе подходит, ты с ней связываешься. Там есть номер телефона. Говоришь, хочу стать консультантом по красоте. Важно, что... Ну, в отличие от пирамид, да, опять же. Все консультанты заключают договор напрямую с компанией. Не через кого-то, как строится пирамида, а напрямую с компанией. Зачем тогда нужен мне бьюти-эксперт? Для того, чтобы тебя сопроводить. Для того, чтобы дать тебе первую информацию. Для того, чтобы помочь больше узнать. Договор заключается с компанией. Вы покупаете свой стартовый набор. Там есть обучающая информация, есть продукция. Потому что, чтобы развивать бизнес, ты должен знать продукцию и с ней знакомиться. И вот как раз-таки консультант по красоте, которого ты выбрала, она первой помогает тебе сориентироваться. А дальше уже выбор твой. Всегда и во всем. Девушки, я благодарю вас за такой интересный разговор и беседу. Она действительно получилась полезной и классной. Все ссылки мы оставим внизу в описании. Присоединяйтесь, пишите комментарии. С вами был подкаст «Разговоры в степи». Мои прекрасные гости из компании Mary Kay. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за обновлениями. До связи!